Кап-ремонт стартовал. Заместитель губернатора Югры Дмитрий Шиповал сообщил, что ремонт общего имущества многоквартирных домов уже начался. На счете Югорского фонда капитального ремонта сейчас порядка 550 миллионов рублей. В целом собираемость по региону составляет 52%. Ко второму кварталу этого года планируется увеличить ее до 80-90%. Отмечу, что собственники или управляющие компании могут инициировать перенос сроков ремонта дома два раза в год. Также, в свою очередь, служба жилстройнадзора может передвинуть работы на более раннее время. Отодвигать срок ремонта на более поздний законом запрещено. Сегодня, добавлю льготным категориям, население начали выплачивать компенсации взносов на капремонт зданий. Этот департамент жилищно-коммунального хозяйства разработал и мы приняли стандарт, на основе которого рассчитываются размер компенсации и размер субсидий для тех категорий граждан, которые могут получить меру поддержки. Исходя из этого стандарта, социальные службы могут спокойно при обращении гражданина за этой мерой господдержки для компенсации все затраты, они могут спокойно рассчитать тот размер субсидий или компенсации, на который он может рассчитывать. Также Дмитрий Шаповал отметил, что если человек продает квартиру, то накопленные на капитальный ремонт средства ему не возвращаются, потому как деньги привязаны к объекту общего имущества, а не к субъекту. Добавлю, в минувшем году в списке первых на капитальный ремонт оказались 350 домов. 200 уже заключили договоры с подрядчиками. В первом квартале этого года планируется завершить все конкурсные процедуры по оставшимся зданиям. В этом году в регионе планируется отремонтировать 320 домов. Кстати, уже есть первые результаты. Законченные ремонты некоторых объектов в Белоярском, Советском и Октябрьском районах. В общей сложности 10 домов мы уже приняли в декабре месяце прошлого года. Также сейчас уже в стадии завершения порядка 15 домов по другим муниципалитетам автономного округа. Буквально на следующей неделе уже выезжают представители фонда, специалисты фонда капитального ремонта, принимать эти работы у подрядных организаций. Обязательным условием все-таки является присутствие в приемочной комиссии собственников, а не свою подпись, потому что ставят они основной и главный контролер для нас.